Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Я коллекционер томатов. Зовут меня Надежда. В моей коллекции более 800 сортов. В этом году я высадила 570 сортов и их выращиваю. Сорта все разные. Всех видов, всех расцветок. Очень люблю томаты, поэтому занимаюсь этим уже много лет. И вот в этом году такая коллекция у меня растет. И некоторая сорта хотелось бы показать. Этот сорт я уже выращиваю давно. Называется он Буракерские любимцы. Вот такие помидорки, бикалоры. Помидоры двухцветные. Очень вкусные, сладкие помидоры. Сами плотные. И такой консистенции хрустящие. Вот бывают помидоры с арбузной мякотью, а эти помидоры с ананасной мякотью. Вот такие вот они. Помидоры крупные сами по себе. В прошлом году одна помидорка выросла более килограмма весом. В этом году таких нет, правда, больших. Но таких средних размеров. 200-300 грамм, 500 грамм. Ну вот, так как это сорт, он разнообразный бывает. Разных размеров они бывают. Разные по весу. Само растение не очень высокое в теплице в этом году. Это сорт тоже. Я уже выращиваю этот сорт давно. Несколько лет он в моей коллекции. Он мне очень нравится. Называется сорт Болгарский змей. Или другое есть у него название. Еще болгарская хала. Ну, сорт, понятно, болгарский. Был из Болгарии. Помидоры очень крупные. Но этот сорт может расти не только в теплице. Он у меня несколько лет рос вообще на улице. Это в этом году он попал в теплицу. На улице в открытом грунте он тоже дает крупные помидоры. Красного цвета. Очень плотные, мясистые, малосемянные помидоры. На вкус помидорного, такого томатного вкуса. Со сластинкой. Очень вкусные. Сам вкус невысокий. Метр пятьдесят где-то в теплице растет. И довольно такой он урожайный. Это сорт новинка. В этом году выращиваю первый раз. Называется Джамбо Джим оранжевый. Сорт, как ясно уже из названия, оранжевый. Тоже очень мясистый, малосемянный. Помидоры крупные. Самый крупный я сняла, на семена оставила. А этот немножко, эти уже немножко поменьше. По-моему, до пятисот грамм он растет. Этот сорт. Сладкие помидоры. Сладкие для салатов, для соков. Можно использовать вкусные помидоры. Этот сорт я выращиваю тоже уже несколько лет. Называется он Звезда Ташкента. Сорт Бекалор. Двухцветный. Вот такие красивые помидорки. Очень красивый сорт на разреже. Большой такой внутри, с красной такой звездой, можно сказать. Вот такие вот красавцы. Очень крупные помидоры. Тоже они мящистые и малосемянные. Вот эти все сорта, они малосемянные. Ну, Бекалоры всегда сладкие. И даже у некоторых присутствует такой медовый привкус у Бекалоров. Двухцветных этих помидор. Растение само высокорослое. И довольно урожайное. Так, вот этот вот сорт выращиваю уже второй. Второй сезон. Называется Манки Ас. Очень крупные помидоры в этом году. В прошлом году были мельче. Но в этом году очень крупные. Мясистые тоже помидоры. Вкусные. И малосемянные. Вот все эти крупные сорта, они дают мало очень семян. Только вот здесь вот под кожечкой располагается немножко семян. А так практически одна мякоть у этих томатиков. Сорт высокорослый. Для теплицы. В открытом грунте не пробовала его выращивать. Думаю, что вряд ли там что получится. В теплице растет хорошо. Этот сорт новинка. Сорт новинка для меня. Это называется он немецкий гигант Джерри. Вот такой вот он. Тоже Бекалор. Двухцветный помидор. Еще, правда, вот этот сорт я еще не снимала, не пробовала. А в куще ничего не скажу. Ну, думаю, что, как и все бекалоры, он будет очень вкусный. Это сорт новинка в этом году. Называется он Большой лимонный Оксфорд. Сорт из желтых помидор, но при полном созревании получается вот такая розовинка. С розовинкой томатики. Тоже вкусный, малощемянный и мящистый сорт. Желтые помидоры всегда сладкие. Практически без кислоты. Так, это сорт новинка в этом году. Называется он оранжевый рангутанг. Помидоры крупные. Это оранжевые помидоры. Но вот тоже при полном созревании немножко появляются такие розовые румяна на этих плодах. Такие тоже очень красивые. И по вкусу сладкие помидоры. Сладкие, малощемянные томатики. Куст высокий, высокорослый. Нуждается в хорошей подвязке, правда. Потому что помидоры крупные и тяжелые. Это новинка этого года. У меня сорт оранжевый джаз. Сорт крупный. Такой интересной формы получился. И правда на вкус еще не пробовала. Потому что сорт среднеспелый. Только началось с изрывания. Поэтому о вкусе ничего не скажу. Но судя по виду, я думаю, что тоже будет малощемянные, мячистые помидорки. Сорт называется Мамины. Сорт из США. Бикалор. Вот такие вот помидоры. Необычной формы. Уже совершенно спелые. Можно уже снимать этот сорт. И на вкус сладкие помидорки. Малощемянные и мячистые. Куст высокий, высокорослый. Очень мощные стебли у него. И большие такие крупные листья. Лист обычный помидорный. Это сорт новинка. В этом году новый. Я посадила. Сибирская радуга он называется. Это сорт из серии экзотических помидор. Синих. Здесь он вот такой вот красавец. Такие помидорки с антоцианом. Внутри на разрезе они желтые. Ну, а вот верх такой у них вот темненький. Красивые очень помидоры. Ну, считается, что это помидоры лечебные. С антоцианом полезные для нашего здоровья. Обычно они не очень крупные бывают. И растут они большими кистями. Очень урожайные. Это сорт из плодов гигантов. Вернее, сорт из плодов гигантов. Называется Большой Зак. Сорт интересен тем, что... Сорт из США интересен тем, что в Соединенных Штатах был выращен помидор 3 килограмма весом. Вот именно этого сорта. Ну, в наших условиях такого вряд ли можно добиться. Но вот такого вот размера помидорки выросли. Сорт высокорослый, очень мощный. С крупными, большими листьями. И помидоры... Ну, у нас может быть более килограмма можно вырастить такие плоды. Ну, здесь, я думаю, грамм 800 он точно есть. Может быть, немножко больше. Это сорт тоже высокорослый. Юнка гигантский Оксхард он называется. В виде таких больших, красивых сердец. Очень плотные, мясистые помидоры. Первые помидорки были совершенно бессемянные. Но сейчас уже немножко семян есть. Возле самой кожицы они расположены. А так полностью помидорка одна мякоть. Очень вкусные, томатного вкуса, со сладостью. Очень хорошие помидоры и урожайные. Приятно вырастить. Крупные помидорки такие. Это сорт новинка тоже этого года. Называется он Дедушкины муди. Вот такие вот красивые, крупные, в виде красивых крупных слив. Мясистые, очень плотные томаты. Малосемянные, как всегда. Если крупные помидорки, много семян не дают. Куст очень высокий и мощный. Стебли прочные, толстые. Листья крупные. Обычные томатные листья. Ну вот, такие вот плоды. Красивые помидоры. И на вкус очень хорошие. Так, это сорт называется Горячее сердце. В виде таких красных, насыщенного цвета сердец. Крупные помидоры. Очень мясистые, очень урожайный сорт. Растение само высокорослое. 2 метра обязательно вырастет в теплице. И помидоры сами по себе очень плотные. Вот такие вот ярко-красного цвета. Сердцевидные и немножко такой округло-сердцевидные. Очень мясистые, малосемянные и сладкие помидоры. Этот сорт выращиваю уже несколько лет. Называется он Большой бренди. Вот такие вот помидоры розово-малинового цвета. Большие кисти у этого сорта. Помидорки все тоже вкусные, мясистые. Сладкие помидоры. Растут он небольшими кистями. Само растение не очень высокое. Где-то метр пятьдесят в теплице. Но урожайные, урожайные помидорки. Это сорт Клеота розовая. Выращиваю уже года четыре, наверное, этот сорт. Это помидоры крупные. Бывают более килограмма. При полном созревании она будет розово-малиновая. Очень мясистые помидоры. Малосемянные, сладкие. Лист картофельный этого сорта. И само растение невысокое. До метр пятьдесят в теплице растет. Стебли прочные. И листья крупные. Помидоры очень крупные вырастают. Так, это сорт новинка этого года. Называется он Минусинский бурлак. Это из серии минусинских томатов. Плоды очень крупные. Очень тяжелые. Вот это отличительная такая особенность минусинских сортов, что помидоры очень тяжелые. Потому что они очень такие сочные, мясистые, плотные томаты. Сразу чувствуется, когда возьмешь в руку такую помидорку. Сорт высокорослый. С очень прочными такими толстыми стеблями. Листья обычного типа томатного. Ну вот, такие помидоры выросли. Хорошие. Очень вкусные. Обычно большинство минусинских сортов, они с арбузной мякотью. И такого томатного вкуса классического, со сладостью. Этот сорт называется роза барбастру. Розовые крупные, плоскокруглые помидоры. Тоже очень мясистые и крупные вырастают. Сладкие, малосемянные. Растения высокорослые. С прочными стеблями. Обычный лист помидорный. Ну, это вот сорт ирландский ликер. Он называется. Они вообще растут, эти помидоры, до 600 грамм. Но кисть была очень большая. Я ее не нормировала. Поэтому они помельче получились. Помидорки очень вкусные. Сладкие. Мне очень понравились. Очень понравились. И за урожайность свою, и по вкусу. Это сорт называется двойной восторг дона. Полосатик вот такой вот. Полосатенькие помидорки. Вот такие красивые разводы у него. Это уже я сняла на семена. Они немножко уже и переспели. Ну, как раз для семян пойдет. Вот. Очень тоже вкусные. Мясистые помидоры. Ну, семян немного, но есть семена. Так, следующий сорт – это литовский хохлатый розовый. Такие розовые сердечки. Вот такие длинненькие, красивые. Малосемянный совершенно. Очень мящистый. Сладкие помидоры. Вкусные. Вот следующий сорт. Вот этот вот необычный такой формы. Вот такой вот большой-большой такой сливы. Непонятно какой. Называется польская слива тетушки сварло. Сорт из США. И такие вот интересные такие помидоры. Необычной формы. Вот тоже сладкие и малосемянные, как и все вот такие крупноплодные. Следующий сорт – это грейпфрут. Это бекалор. Вот такие вот помидорка такая выросла. Очень крупная. 800 грамм она весит. Взвесила ее. Ну, как и все бекалоры. Ананасная мякоть, хрустящая, сочная. Ну, у бекалоров – это есть семена. Они такие. Но они вкус не портят никогда. Очень вкусные помидоры. Следующий сорт – это шоколадное сердце Рейнхарда. Вот такое сердце. Такого красивого цвета. Насыщенного. На вкус еще не пробовала. Это сорт новинка. В этом году я посадила его первый раз. Ну, вот, буду пробовать. Он среднеспелый, поэтому только началось созревание. Следующий сорт – бычок. Ну, это не самые крупные помидорки. Это то, что вот сейчас созрело. Он такого формы, вот такой интересной формы, усеченное, как бы усеченное сердце красного цвета. Тоже помидорки мячистые, тяжелые такие по своему повесу. Хотя и небольшого размера. Следующий сорт – это красное масляное сердце. Этот сорт я выращиваю уже давно. Ну, тоже они очень мячистые помидоры, плотные такие, тяжелые и вкусные, сладкие. Это вот из экзотических сортов. Сорт называется синяя клементина. Растет он кистями большими. Это часть кисточки я срезала. Это экзотические помидоры с антоцианом. Полезные. По вкусу сладкие. Это вот следующий сорт. Это называется он «Бычье сердце дядюшки Ай-Ечана». Вот это сорт новинка. Еще, правда, не пробовала на вкус. Но вот такого красивого тоже, красивой формы. Удлиненное такое сердце. Так, это вот контраст фландрей. Вот такая вот кисточка. Это такие груши с антоцианом. Зеленого они цвета. Они уже спелые. Уже такие стали мягковатые на ощупь. Еще, правда, не пробовала на вкус. Не могу сказать ничего о вкусе. Так, это сержант Пеппер. Вот такие сердца с антоцианом. Это сиреневое озеро. Это я второй год уже выращиваю этот сорт. Тоже мне очень нравится. Немножко цвет. Он в прошлом году был более такой насыщенный сиреневый цвет у него. Но в этом году такого цвета. Чуть-чуть, чуть-чуть оттеночек поменялся. Это джаз красный. Там в теплице был оранжевый джаз. Это джаз красный. Полосатик, очень крупный. И вот этот сорт. Это валовье сердце минусинское. Вот из минусинских сортов. Валовье сердце минусинское. Тоже очень тяжелые помидоры. Мясистые. Это сорт мелкоплодных помидорок. Черри. Сумасшедшая вишня Бари. Очень обширные кисти у этого сорта. Завязывается до 5,10 более помидорок в одной кисти. Очень урожайный. Помидорки сладкие такие. Они небольшие. В виде с таким маленьким носиком. Желтенького цвета. Можно их и... Я люблю закатывать в маленькие баночки. Пол-литровые. И так покушать очень вкусные. Этот сорт называется чернический черри. Вот такие помидорки с антоцианом. Правда, еще пока спелых здесь еще помидорок нет. Поэтому еще на вкус не пробовала. Не могу сказать. Растет он в несколько стволов. Потому что для черри я всегда так формирую. Много стволов оставляю. Чтобы был больше урожай. Этот сорт называется поцелуй герани. Вот такие вот очень-очень большие кисти у него. Помидорки сами в виде таких вот сердечек с носиком. Красного цвета. Тоже очень урожайный. Растет он в несколько стволов у меня. Очень хороший сорт. Помидорки сладкие. Это фиолетовый изумруд. Так называется сорт. Вот такие вот кисти красивые. Помидорки очень красивые в виде вытянутых сливок с носиком. Полосатенькие. На вкус я попробовала. Мне понравились. Они довольно такие плотненькие. И сладкие помидоры. Вкус сам невысокий. Вот вся его высота. Но это в открытом грунте. Может быть в теплице он был бы и повыше. Но я такие помидорки сажаю в открытом грунте. Это сорт низкорослый. Для открытого грунта. Называется он маленькая радость. Очень ранний сорт. Здесь уже много собрано помидорок. Помидоры довольно крупные. Розового цвета. В виде таких вот сердечек. Небольших сердечек. Очень мящистые, сладкие помидорки. Больше он подходит для салатов. Я думаю, что для закатки есть другие сорта. А на раннее потребление можно вот такие сорта сажать. Маленькая радость. Очень хороший сорт. Это сорт тоже из ранних. Сорт называется Аленка. Штамбовый сорт. Посынковать его не нужно. Очень красивый сорт в Росаде растет. Крепеньким таким. Гномиком таким крепеньким. Помидоры довольно средних размеров. Немелкие. Красного цвета. Круглые помидорки у него. Обычного вкуса. Для ранних помидор нам важен не так вкус, как именно сроки созревания. Растет прекрасно в открытом грунте. Невысокий. Где-то сантиметров. В этом году немножко повыше. А так может сантиметров 40. Не больше он растет. Это сорт для открытого грунта. Называется он Коралл. Тоже штамбовый. Невысокий сорт. Всего 40-50 сантиметров он растет. Помидорки для закатки. Они такие в виде таких немножко сливок с носиком. Утонченным таким носиком. Красного цвета. Очень плотные. Можно их и закатывать. Можно вялить. Очень хороший сорт. Очень урожайный всегда. Но созревание немножко позже, чем у ранних сортов. Он более такой, ну скажем, средне-ранний. Средне-ранний. В моей коллекции очень много сортов. Но если вот кто-то любит сладкие помидоры, могу порекомендовать три сорта, которые именно очень сладкие. Это сорт персики и крем, сорт чатфорд и сорт желтая мишень называется. Персики и крем – это крупноплодный сорт. Он желто-оранжевого цвета. Очень вкусный. Чатфорд – это сорт такой похож на киви. Немножечко опушенный. Тоже очень сладкий. Но единственное в этом сорте недостаток, что он очень быстро переспевает. Поэтому он, в принципе, он долго и не висит на растение, потому что он съедается быстро. Ну и сорт желтая мишень – это тоже сорт некрупных размеров. Растет кисточками такими, покрыт тоже пушком, как персик. И на самом кончике красненькая точка у него такая. Сам желтого цвета. Очень сладкие сорта. Если кто-то любит закатывать помидоры в закатках, то большим спросом пользуется всегда сорт. Называется он гибрид номер два Тарасенко. Это такие красненькие помидорки с носиком. Растут большими кистями. Очень урожайный сорт. Он очень хорошо подходит для закатки. Также для вяления. И помидоры плотные, они не разваливаются. И по вкусу закатанные очень хорошие. Сорт Топ Клипса. Мне очень нравится закатанный. Интересный сорт. Тоже плотный и хороший. Но для закаточных сортов у меня очень много. Это и сорт такой есть. Длинненькие помидорки. Стрелка, они называются. Красного цвета. Хорошо в баночку помещаются. Потом далее. Кто любит выращивать, например, в открытом грунте помидоры, кто любит невысокие томаты. Тоже целый ряд сортов у меня есть, которые именно подходят для открытого грунта. Это уже, как я называла, и аленка, и коралл. Есть такой очень ранний сорт. Называется он розовый ангел. Розовые помидорки. Небольшого размера, но они очень рано созревают. Множество низкорослых таких сортов для открытого грунта, которые неприхотливые. Многие из них не нужно посынковать, или они посынкуются только до первой кисти. Надеюсь, что помидорки вам понравились. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok